Благодать и мир вам, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, кто с нами находится, наши уважаемые друзья, которые находятся вдали от нас, но вместе с нами. Один стих, записанный в книге Числа, 21 глава, 6 стих. Книга Числа, 21 глава, 6 стих. «И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Дорогие друзья, если вы впервые не читали книгу Библии, если вы слышали этот стих, что вы подумаете, что случилось с Богом? Почему Он так сделал на народ израильский, на народ свой, на потомков Авраама, Исаака и Иакова, послал змей ядовитых, которые и жалят, и люди умирают? Потому что мы читали выше в книге Исход, когда Бог открылся Моисею, и Моисей говорит, «Господи, покажи мне славу Твою». И Бог показал славу. Книга Исход, 34 глава, 5 стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь перед лицом Его, то есть Моисея, и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов и прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Бог характер его, Он многомилостивый и любящий прощать. Почему на народ свой послал ядовитых змей? Тогда нам нужно секрет Библии, Священного Писания, прочитать весь контекст и понять, что случилось. В народ израильский вышел из рабства египетского, правильно сказать, Бог вывел их чудесами и казнями для Египта, народ свой. И Моисей был вождем впереди шел. И прошли уже десятки лет у народа израильского был богатый опыт. И вот в этой главе 21 книги числа написано, когда Израиль проходил, и ханаанский царь Арада, он вступил с ними в сражение и некоторых взял в плен. И тогда Израиль возопил, Господи Божий, благослови, помоги нам братьев наших вернуть, и мы придадим заклятию город. Бог послал успех. Народ израильский освободил братьев своих и предал заклятию этот город. И вновь они увидели силу Божию. Но давайте мы прочитаем чуть выше. Четвертый стих, 21 глава, 4 стих. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умертвить нас в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ. И умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он умилосердился, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Чудесное описание. Причиной послужило к тому, с Богом ничего никогда не случается. Бог никогда не изменяется. Он праведен и верен. Он многомилостивый и любящий прощать. Но народ вынудил Бога. Они малодушествовали. Интересное слово русское. Малодушествовали. Маленькая душа. Есть великая душа. Когда великая душа, туда вмещаются все. И все. И когда даже я не понимаю то вере в Бога, что Он контролирует, Он сохраняет меня. А малая душа, туда забыли они. Забыли столб облачный и огненный. Забыли пищу, которую Бог посылал. Это как написано, как лепешка с медом. Они говорят, нам опротивила эта пища. Здесь ни воды нет, ничего. Вы нас погубить привели. А Бог их ввел столько лет. И тогда Бог послал к народу змей ядовитых. Это было страшное время. Знаете, мне довелось много лет назад видеть картину, когда народ израильки шел, и змеи, ядовитые змеи. Дети, вы можете представить себе? Ядовитые змеи кругом. Они жалят. Если ты одну поймал, вторая тебя за ногу укусила. И это яд в крови, и приходит смерть. И на этой картине было написано народ змеи кругом. И мама держит сына, и голову его старается повернуть туда. Там знамя. Там на знамени медный змей, на которого глянешь, и жив будет. А мальчик, он смотрит туда. Я думаю, можно сказать, мама ему говорит, взгляни, сынок. А он говорит, мама, у меня боль. У меня нога болит, у меня внутренность горит, вся кровь поражена. Сынок, взгляни. Откуда я знаю? Поверь. Взглянешь, и боль прошла. И не горит кровь. И ты не умер. Так случилось. Это было у народа израильского. Они помнили, они пережили, они знали. Кто не взглянул, они остались в пустыне, в песке. Кто взглянул, он жив был. Я верю, он рассказывал детям, детям детей своих. Прошли годы. Прошло порядка 1454 года. Бог за это время посылал пророков своих. Кого-то народ израильский и слушать не хотел. Кого-то побили, кого-то убили. Так слово говорит. И он послал сына своего, наследника, единородного. И он говорит, сына моего постыдятся. И пришел Иисус на землю. Пришел во плоти, как человек. Был доступен и вышел на служение в возрасте 30 лет. и говорил к людям. И вокруг него собирались толпы, тысячи. И слушали его. И приходили к нему наедине ночью, чтобы друзья не увидели и не осудили. И вот Иоанн в своем послании в 3 главе описывает такой случай. написано, что пришел ко Христу ночью один из фарисеев. Он был высокопоставлен, начальник иудейский. Он пришел и говорит, мы знаем, учитель, что ты от Бога, потому что такие чудеса, как творишь ты, не может никто творить, если не будет с ним Бог. И Христос, обращаясь к нему, Евангелие Иоанна, 3 глава, 3 стих, он говорит ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал ему, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал, тебе должно родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а ты свидетельства нашего не принимаешь. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Тот змей медный был прообразом Господа Иисуса Христа. Никодим не мог понять, как можно родиться свыше. Позже апостол Павел в послании Коринфянам напишет, что душевный человек не принимает что от Духа. Но надо бы насудить об этом духовно. А нам Господь дал ум Христов. И мы разумеем это. Это истина, которую Никодим, будучи высокого интеллекта, не мог понять, что такое рождение свыше. И вот он прообраз. Иисус Христос говорит, как Моисей вознес змею в пустыне и всякий, взглянув на него, жив оставался, так должно сыну человеческому быть вознесено на древо, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогие друзья, мы проповедуем Евангелие, благую весть Иисуса Христа. И сегодня возвещается истина, которая доступна всякому человеку. Это нужно принять верою. Если мы посмотрим на этот мир, сколько много людей, которые имеют в себе этот яд змея. В Слове Божьем сказано, что не смотри на вино, как оно искрится, как оно красиво, оно впоследствии ужалит тебя, как змей. Сколько людей, одержимых алкоголем, и мы глядя смотрим, это человек пораженный змеем. Что ему нужно, чтобы освободиться? Сколько прилагал усилий, не получается? Сколько сегодня молодых и старых людей поражены укусом яда, наркотика? Сколько сегодня людей, которые укушены ядом аморальной жизни? Это мы смотрим на великие грехи. Но знаете, есть один грех, Слово Божье открывает, что жало это грех. Все люди несут себе наследственный грех, который перешел, мы знаем, в нашей физической жизни, если родители больные имеют в себе какую-то болезнь, особенно есть страшная болезнь спин, она передается даже в зачатии детям. Дети ни в чем не виновны, несут себе вот эту патологию этой болезни, несут отравленную кровь, несут отравленную кровь и той страшной болезнью, и алкоголем, и наркотиками, и другими грехами. Но еще каждый из нас, каждый из рожденных деток имеет в себе вот эту кровь испорченную нашим не папой, мамой, дедушкой, прадедушкой, Адамом и Евой. Это адамовский грех, наследственность. Помните, Адамам было сказано, все кушай, вот от того дерева не вкушай, если ты от него вкусишь, смертью умрешь. Ева и Адам не послушали Бога, согрешили, они остались живы, но духовно умерли. И вот мы люди, мы имеем тело, душа наша, это внутренний наш человек и дух, который мертвый, который как то зернышко сухое, внутри находится, но жизни не имеет. И вот Иисус Христос Никодиму говорит, кто не родится от воды и духа, от слова Божия, мы читая понимаем, что вода это источник жизни, это слово Божие и дух святой. Когда мы читаем слово, когда мы слышим слово и верою принимаем его, и дух святой касается, он возжигает светильник, то зернышко сухое, оно прорастает, начинается жизнь духовная, это и есть рождение свыше, то, которого Никодим понять не мог. Это происходит от веры в Слово Божие и взгляда на крест Голговский. Знаете, когда у нас страстной четверг в ожидании Пасхи, воскресенье Иисуса Христа, у нас, друзья, ставят крест. Он большого размера, но позвольте сказать, он красивый очень, он стейном покрытый, он аккуратно обрезанный, он почти натурального размера, но тот крест на Голгофе, он был страшный, он был позорный, он не был красивым, он был корявое древо, но на нем был Сын Божий. Пророков не принимали, одних побили, других убили, а Сына Божия не постыдилися, прибили ко древу позорному и повесили его. И слово говорит проклят всякий, весящий на древе, и он к злодеям причтен был, как самый страшный последний человек. Но изо всех людей, всей истории жизни, только один имя ему Иисус, Христос, он за свою жизнь не сделал никакого греха. И по правде Божией, по святости Божией, по долготерпению, милосердию и справедливости, за возмездие, за грех смерть, только Иисус Христос недостоин был смерти, никогда он бы не был наказан, никогда бы он не умер, потому что он не соделал греха. И только он за всю жизнь человечества, он не имел адамовской природы, в нем дух не был мертвый, потому что он был зачат от Духа Святого, а родила Мария. Это тайна Божия единственной, но он был на кресте Голговском. Медный змей это символ суда Божия, медь она означает суд Божий, смерть это наказание за грех, но там висел чистый, святой, не согрешивший, не помысливший греха Иисус Христос, потому что Бог возложил на него грехи всех нас, от Адама до последнего грешника. И в этом милость Божья, в этом правда Божья, об этом Иисус, Никодиму, законаучителю, Он объяснил, что никто не может войти в Царствие Небесное, если не роется от воды и Духа Божия. Дорогой брат и сестра, ты помнишь день, когда ты с верой, я не знаю, быть может, ты не был страшным грешником, может быть, не был ужаленным, когда у тебя все внутри горело и пекло от зависимости греховной, алкоголя, наркотиков, аморальности и прочего, может быть, ты был добрый человек, но ты не имел в себе духа жизни. Это была прекрасная встреча, когда ты с верой взглянул на крест Голговский, на Сына Божия, поверь, и в молитве покаяния обратился к Нему как к личному Спасителю, признал Его Богом, Спасителем. это начало новой жизни, вечной жизни. Я думаю, этой радости не будет никогда конца. И земную жизнь мы проходим, веруя в Иисуса Христа. И сегодня день, когда мы видим хлеб, это тело Иисуса Христа, которое на кресте Голговском было истезуемо. Это кровь, которая была пролита из Его ран и кровью, которую намыл Тебя и меня. Это день, когда мы воспоминаем и с благодарностью склоняемся при Тобой и говорим Господи, за меня слава Тебе. Я верю, что с нами есть наши друзья. Быть может, у Тебя нету жжения того греха страшного, быть может, ты добрый человек, может, ты морально устойчивый, как Никодим, может, ты не погряз в грехах, но в Тебе нету жизни, твой Дух, он как зернышко, которое не получило влаги, воды и света, и оно мертво. Сегодня день, когда ты можешь обратиться к Богу. Если ты веришь, подобно тому израильтянину, который укусил змей, ему нужно было посмотреть на знамя, на змея медного, и он жив оставался. Тебе сегодня нужно посмотреть с верою на крест Голгофский, увидеть там не человека Иисуса, Бога, Сына человеческого, Иисуса Христа, о Котором Бог сказал, это Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте, и с верою принять в молитве покаяние, и у тебя будет начало новой жизни, рождение свыше. В одном гимне христианском мы поем прекрасные слова, о мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя он страдал на кресте за тебя. Взглянь, грешник, взглянь, взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высок. Господь и сегодня простирает руки любви с креста Голгофского, готовый обнять весь мир. Что ответишь ты на его призыв? Примешь ли призыв? Он даст тебе дар жизни вечной. Не примешь последствия греха, смерть, смерть вечная. Да благословит тебе Господь. Это прекрасная беседа с Никодимом. Она не заканчивается этим стихом. Она продолжается. И стих, который мы знаем наизусть, который несет свет, и утешение. 16 стих 3 главы. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Ему за это. Аминь. Поклонимся Господу нашему. Слава